всем привет ребята в общем знаете что решила я сегодня сходить попробовать сдать экзамены по правилам дорожного движения короче хоть я и устала хоть и так как бы не особо по плану и я не могу сказать что я все знаю но все-таки я решила попробовать то есть мне кажется мне нужно еще что-то получить поделать вот эти вот тесты которые онлайн но я решила пойти попробовать приехала представляете вчера тревог было не очень много думаю сегодня возможно будет тоже не очень много тревог я приехала и сразу же тревога смотрю очень много людей вышло из этого здания и короче они все ждут я уже ехала в тревогу и особо не спешила но потом подошла постояла думаю сколько будет эта тревога непонятно вообще и решила что не буду я ждать и пойду немножко прогуляюсь там торговый центр пока что подожду возможно тревога закончится я пойду но ребят представляете пока я сходила там у нас в этом торговом центре есть как бы кафешка да я там решила взять перекусить кофе и в общем подождала но тревога так и не заканчивалась я решила что наверное я не буду ждать пока она закончится потому что тоже знаете четыре часа сидеть ждать пока она закончится это очень-очень странно в общем ребят там кстати было очень много людей которые стояли которые ждали возможно но они уже были в очереди я как бы очередь еще не занимала у меня не было ни номерка ничего как бы и сдачу я эту не оплачивала я решила поехать короче по делам поехала я в снаб слава богу нас на снапе вроде сейчас не выгоняют и вот этого выгона на улицу в тревогу вообще не понимаю честно ребят потому что люди все равно стоят под дверями ну стоят просто под этими зданиями стоят под дверями и кто никто никуда не уходит нет вру уходят уходят ребят попить кофе в соседнем там что это там было ну типа заправка обычно и там вот кафешка и люди туда ходили вот туда они ходят еще там кофе тоже продает продают в бусике таком передвижном туда они ходили просто прогуливались никто не идет в метро никто не идет в убежище то есть это вообще бессмысленно то есть люди хотя бы были в помещении больше защищены и либо же нужно предоставить им какое-то ну такое помещение которое будет более-менее безопасно короче ребят не знаю я решила не ждать и поехала в сна по делам еще раз убеждаюсь знаете в чем что в снапе работают в основном очень неприятные личности ну ребят очень они уже встречаются одну ну часто сейчас был такой элементарный вопрос ни о чем знаете не то что там ты 150 раз спрашиваешь одно и то же тебе объясняют ты не понимаешь нет это просто элементарный вопрос но когда ты не работаешь с на пида ты не знаешь всех этих нюансов до этих названий этих каких-то процедур документов ну как бы понятное дело что ты несколько раз можешь можешь задать вопрос и вот это это по моему их коронная до этом сразу на работу они наверное приходят утрой блин вот я не понимаю зачем тогда работать если такая ненависть у тебя к работе вообще но если ты так и настолько и и не любишь что каждый вопрос тебя вызывает бурю эмоций в общем ребят вот такие вот люди возможно они везде пишите ребят в комментариях либо вы знаете возможно почему они такие я все понимаю что ходят бабушки сто раз одно и то же спрашивают ну блин это твоя работа ты должен ну помогать людям в общем ребят в это время пока была тревога я поехала в цена сделала дела поспрашивала то что мне было нужно и тогда закончилась тревога она где-то длилась два часа я поехала обратно в общем и короче скупилась немножко и все хотя я думала еще поехать сегодня туда но снова была тревога они работают до пяти то есть я бы все равно не успела я решила но его нафиг не поеду вот так вот ребят такая вот история с вот этими тревогами ну и кстати у нас сегодня что-то все-таки летела слава богу она не долетела конечно если она где-то упала там тоже в области ничего хорошего ну вот так вот ребят всем хорошее настроение подписывайтесь на канал ставьте лайк если видео вам понравилось всем пока пока